МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мама, а что же было потом? Время смазали йодом, перерезали бинтом и практически без опоздания отремонтировали мироздание. Скажи, а правда, что раньше дети ругались матом? Это кончилось в 25-м. Мы вернули знамя и сняли шоры. Мы свернули горы. Учителем я работаю уже 23 года. Год назад мы влились с ребятами в одну из самых крупных детских общественных организаций. И благодаря этой организации в августе прошлого года состоялась моя поездка волонтерская, добровольческая. В составе группы педагогов мы отправились на Донбасс. И когда в той самой детской организации появилось объявление, что набираются педагоги для поездки на Донбасс, я задала себе вопрос. Ну что, вот оно реальное дело, когда вроде бы страшно, но есть необходимость и можно помочь. И внутренне, ни с кем не советуясь, в первую очередь в течение недели я принимала это решение. Когда я озвучила свое решение положительное о том, что я еду в эту гуманитарную миссию на Донбасс, семья меня поддержала, коллеги, близкие поддержали. И я со спокойной совестью оформила все необходимое, и мы отправились. Страшно ли мне было? Наверное, немножечко да, потому что ты не знал, что тебя ждет в реальности. Хотя все риски мы осознавали, мы на это шли осознанно. Но желание помочь педагогам и детям, и осознание того, что все-таки нас посылают не в зону боевых действий, это вселяло уверенность в то, что у нас все получится. В Луганской Народной Республике мы отработали 72 часа с педагогами и ребятами школы самого города Луганска. Были в Краснодоне, Лутугино, Старобельске. Мы работали группами то с ребятами, то с педагогами в разных школах и рассказывали им о тех возможностях, которые с помощью детских общественных объединений, те, которые мы представляли, можно менять мир вокруг к лучшему. Конечно же, мы учили ребят писать проектированию, социальному проектированию, как писать проекты. Если отвечать на вопрос, чем отличаются наши ребята от ребят Луганской Народной Республики, то, наверное, проблемами, потому что их кейсы были о чем? Например, как лучше обустроить бомбоубежище. Чем еще отличаются ребята Луганской Народной Республики от наших? Так это тем, что они осторожны, они осмотрительны. Потому что до того, как мы приехали в августе, их обучение в основном проходило на дистанте. И они настолько были рады живому общению не только с нами, но и друг с другом. Им разрешили поиграть, погонять мяч на стадионе. Что поразило в школах, это, конечно, энергетика самих педагогов. Это глубоко патриотичные люди, которые понимают свою миссию нести добро и выполнять все поставленные задачи, несмотря ни на что. Сейчас мы поддерживаем отношения с ребятами, которые организовали клубы той общественной организации, которую мы представляли. У них есть много вопросов, у нас есть ответы. Ну и, конечно, с педагогами, которые тоже являются инициаторами открытия этих самых клубов. Добровольчество для нашей победы сегодня, оно очень важно. Добровольчество – это добрая воля каждого человека нести добро. Сегодня направлений добровольчества огромное количество. Что объединяет всех добровольцев? Конечно же, желание помочь. Мы ничего не имеем в руках в смысле денег, но мы имеем что-то где-то внутри. Рождается это добровольчество внутри. Люди разных профессий принимают решения помочь, привнести добро, потратить свое личное время, ресурсы, профессиональные знания для того, чтобы помочь. СВО и не только. И сегодня те, кто участвуют в СВО, они благодарят нас за помощь, за моральную поддержку, за то, что мы наравне с государством помогаем им приближать победу.